Всем привет! Сегодня готовлю американские панкейки. Мои домашние их просто обожают на завтрак. Готовить их легко и быстро. Они всегда получаются воздушные, а главное это разнообразие вкусовых добавок в тесто и сиропов. Если вы освоите искусство жарить правильно панкейки, то всегда будете радовать свою семью вкусными и сытыми завтраками. Для начала в отдельную миску просеем муку. Добавим туда разрыхлитель и хорошенько перемешаем. Перемешивать мокрые и сухие ингредиенты всегда лучше отдельно. Теперь берем другую миску, вбиваем туда яйцо, всыпаем соль, сахар и тщательно все взбиваем до полного растворения сахара. Далее постепенно вливаем молоко. Я предпочитаю теплое, поэтому всегда заранее подогреваю его в микроволновке. По этому поводу существует много разных мнений. Некоторые советуют использовать именно холодное молоко. Пробуйте и выберите свой, который подходит именно для вас. Теперь молочно-яичную смесь вливаем в просеянную муку с разрыхлителем. Перемешивать все вместе нужно ровно до того момента, пока влажные и сухие компоненты не объединятся. И все. Если вы перестараетесь и мука начнет развивать клейковину, вы в итоге получите резиновые блины, а не пушистые панкейки. Ставим сковороду на средний огонь и смазываем кисточкой с растительным маслом. Делаю я это только один раз. Выкладываем тесто порционной ложкой на сковороду. Его консистенция должна быть такой, чтобы оно медленно стекало по ложке. Обжариваем до тех пор, пока на поверхности не появятся пузырьки. Не нужно ждать, когда вся поверхность блинчика покроется пузырьками. Вот как только начали появляться, так и переворачиваем. Правильно приготовленные панкейки должны быть пышные и с гладкой поверхностью. Можно сразу промазывать их сливочным маслом, медом, любым сиропом и выкладывать горкой на плоское блюдо. Готовить панкейки можно с различными ягодами и фруктами. В тесто можно добавлять мюсли, любые сухофрукты, мак, кунжут, любые молотые орешки. Панкейки можно перемазывать в виде торта любым кремом. Вкусных и пышных вам панкейков! Пока-пока!